то есть мы яйцо и сварили и не переварили чтобы добиться этого нужно он даже немножко дробловатый сегодня попробуем мы его спасти я пошел в душ но я советую чистить вам их на полотенце бумажным потом вы увидите зачем здравствуйте друзья настали жаркие деньки очень жаркие деньки и я к этому не готов я это плохо переношу для меня лучше золотая серединка и поэтому готовить обыкновенное блюдо какие мы привыкли с вами есть не особо то и хочется питаешься разве что фруктами арбузом но есть спасение это холодный борщ сегодня я покажу вам как его делаю я поемте ну и по традиции мы начинаем с обзора продуктов которые нам необходимы это консервированная свекла это кефир сметана лайм яйца огурцы соль а также укроп и петрушка готовить будем в этой кастрюле я один поэтому мне вполне хватит даже на несколько дней начинаем с огурцов на самом деле абсолютно не важно каком порядке вы будете нарезать ингредиенты я использую маленькие огурчики они большие потому что они по моему вкуснее это раз а во вторых из больших приходится удалять семена у этих же они настолько маленькие что можно их и оставить и не тратить на это время огурцы и яйца необходимо нарезать кубиками убираем доски попки они нам не нужны и приступаем к зелени первым будет укроп резать будем отдельно ставим так 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 и как обычно сначала режем вдоль потом поворачиваем на 90 градусов и режем поперек то же самое проделываем и с петрушкой опять вдоль поворачиваем и поперек немного прибираемся на рабочем месте и продолжаем это будет свекла свекла маринованная немножко уже с кислинкой поэтому сок лайма и буду добавлять в последнюю очередь чтобы не переборщить как говорится игра слов борщ и переборщить но ладно окей все это солим не бойтесь пересолить потому что соль будет распределяться на объем все кастрюли это и кефир и другие ингредиенты и заметьте ни один продукт у нас не соленый кстати в конце я попробую если не хватит то еще до солю вот и пришел час яиц мы еще будем чистить но я советую чистить вам их на полотенце бумажным потом вы увидите зачем опять же экономия времени сначала мы яйца бьем со всех сторон чтобы они потрескались потом хоп-хоп-хоп и все и снимается быстренько то же самое проделаем со вторым убираем оставшиеся ошмёточки их немного но есть и теперь смотрите фокус раз и убрали яйца тоже режем кубиком смотрите какой хороший цвет желтый без синевы по краям а также желток полностью твердый то есть мы яйцо и сварили и не переварили чтобы добиться этого нужно при варке яиц после закипания воды подождать еще 8 минут друзья при нарезке продуктов будьте аккуратнее не порежьте себя не торопимся то еще отрежете себе палец я понимаю конечно что у вас их 10 но все же не стоит настало время наш суп заправлять кефиром я готовлю только для себя поэтому использую пол банки свеклы и пол упаковки кефира что остались последние штрихи нужно это все размешать попробовать на соль на кислоту хватит нам этого или нет если чего то не хватит то добавим вот в данном случае мне не хватило кислоты поэтому я добавляю сока лайма также подсаливаю помните говорил то что возможно мне не хватит даже соли ну вот как воду глядел размешиваем хорошенько и снова пробуем ну-ка мне всего хватило зашибить ну что же осталось дело за малым это засервировать и подать на стол чтобы сказать приятного аппетита мы перекладываем суп в тарелку глубокую также мы добавляем сметану одну ложку будет достаточно ну и final touch чтобы украсить наше блюдо маленькую веточку укропа вот получилось вот и все а теперь приятного аппетита ну что ж друзья я показал вам как делаю холодный борщ я если у вас какие-то другие есть рецепты пишите в комментариях будет очень интересно посмотреть рекомендую вам этот суп потому что в жару в такую который сейчас стоит это просто маст хэв то есть супчик заходит на ура если вам понравилось ставим палец вверх если не понравилось палец в подписываемся и колокольчик ну вы знаете уже все а пока я пошел в душ вот такой пучок укропа мне попал за сегодня он свежий совсем он даже немножко дряблова ты сегодня попробуем мы его спасти что для этого нужно сделать я вам все покажу и расскажу для начала начнем с того что уберем с нее риночку вот теперь нужно каждый лепесточек скажет тебе летчик сложить заново чтобы они были все вровень чтобы вровень выпирала так складываем складываем ну то что осталось это уже мусор нам это не нужно в итоге у нас получился вот такой пучок все стебельки практически вровень но нам нужно их еще выравнивать поэтому мы берем нож кстати мы не только выравниваем но еще и освежаем они получаются на конечках более свежие вот такого результата нужно добиться пойдемте покажу что нужно делать дальше смачиваем укроп водой особенно стебельки а точнее их краешки укропа стебельки вообще полые и желательно чтобы вода туда затекла но скажу сразу что данный способ хранения зелени подходит не только для укропа но и для петрушки и других трав желательно делать так чтобы край укропа плотно соприкасался с полотенцем у нас есть одно место соприкосновения сейчас мы его делаем 2 и вот у нас получился такой кулек ну и последнее действие которое нужно совершить это открыть холодную воду и намочить конец кулька там где у нас стебли и затем можно это дело отправить в холодильник